Думская ТВ И у нас в гостях редактор Думской Нед Жанна Жукова Жанна, добрый вечер Я хотела бы сразу сказать, что чувствуется, что лето закончилось Читатели и посетители нашего сайта активизировались На самые, казалось бы, такие обычные новости, много просмотров Ну вот сейчас мы, конечно же, не можем не обращать внимания на самую главную новость нашего города Новость из страны, это принятие Евровидения уже в столице, определено На твой взгляд, как это решение? Достаточно логичное? Я думаю, что логичное Если бы выиграла Одесса, это было бы какое-то чудо То есть ты не верила или просто расценивала декратно? Ну на самом деле, это был шанс реальный Есть ряд факторов, которые говорят о том, что невозможно провести Но ряд это на самом деле только аэропорт, потому что все остальные вещи, по сути, были согласованы Ну аэропорт могли успеть Могли успеть, а могли и нет А ведь это же очень много значит, это же большой риск Ну говорили о том, что стадион была большая проблема, это накрыть крышей Но уже придумали, что делать с той крышей, которую, если все-таки сделают, то ее перенесут на Спартак Возможно, если бы сразу Одессу выбрали, может быть, мы действительно бы успели Но так как времени остается очень мало, вот я в этом сомневаюсь И, видимо, организаторы тоже усомнились в этом Моглись сами себя подставить из-за какого-то такого оптимистического желания? Да, наверняка так все и произошло Но обида есть, вот такое чувство того, что обделили Есть досада, но Одесса сразилась, можно сказать, наравне И меня удивляет позиция некоторых чиновников мэрии, которые просто матом в Фейсбуке высказывают свое недовольство Ну, проигрыш это не значит, что это конец света, нужно двигаться дальше, показывать себя в других конкурсах И вообще нужно приводить город в порядок не только под Евровидение, а вообще постоянно А может быть, это и является залогом успеха, если подготавливать город не конкретному какому-то мероприятию, а вообще, то это является потом очень хорошим знаком Конечно, конечно, поэтому, возможно, именно из-за этой риторики, когда говорят, ну вот, вот сейчас мы выиграем, и тогда у нас все будет хорошо Ну, не выиграем, и сейчас об этом поговорим с нашим телефонным гостем Саша Боровик у нас на связи Саша, добрый вечер Добрый вечер, как у вас дела? Ну вот, собственно, много мы говорили и с вами на эту тему, и не могли говорить конкретно Сегодня уже можем сказать конкретно Киев примет Евровидение 2017 Вы считаете, что это достаточно объективная логика? Я считаю, что это закономерная логика Я считаю, что Одесса не готова была и не могла принимать самый большой европейский музыкальный фестиваль Чисто потому, что нет инфраструктуры, есть фундаментальная проблема И, скажем, если мы посмотрим на строительство, как на индустрию В Одессе недострои И если они не могут достроить дома для своих граждан в большом количестве Сколько этих недостроев Где уверенность в том, что они построят какую-то новую инфраструктуру для конкурсов? Если они не могут запустить новый трамвай С 70-х годов бегают не те же трамваи Где уверенность, что они построят новый пресс-центр? И если, скажем, за неделю до выбора места, где будет проходить конкурс Идет стрельба в гостинице, где одни хозяева пытаются что-то отжать у других, якобы хозяев И где уверенность, что обеспечится безопасность для гостей, которые приедут в огромном количестве Которых, наверное, Одесса, для того, чтобы принять так много людей, уже давно такого не делала Статистика выбора в пользу Киева была следующим За Киев проголосовали 19 человек за Одессу-2, один воздержался Именно так вы считаете, что Одесса проигрывает? Вот в таком каком-то соотношении? Нет, я думаю, что, во-первых, решение было политическим Решение такого фестиваля, сам выигрыш Джамалы был политическим событием Посмотрите, первым, что сказали об этом конкурсе, это со стороны правительства Кроме поздравлений было, что со стороны России не может приехать кто-то, кто запрещенный из певцов Это абсолютно политическое мероприятие, естественно, решение принималось на политическом уровне В общем-то, был какой-то комитет, который только это, как бы, узаконил Но однозначно и Ослане говорил о том, что переговоры проходили между президентом Порошенко и премьер-министром То есть это абсолютно политическое решение и расклад здесь 12-8 Ну вот говорят, что просто решение, просто ими утверждалось Саша, вопрос по инфраструктуре Вот вы говорите, что Одесса не может, потому что инфраструктура, проблемы, понятно А как вам кажется, международный выставочный центр в Киеве, в том нынешнем состоянии, в котором мы его сегодня можем видеть Он готов к такому конкурсу? И киевская инфраструктура в том числе? Киев, Киев тоже, к сожалению, один из самых, и это не моя точка зрения, это, в общем-то, статистика, которая показывает Киев как один из самых худших городов в мире, в Европе для жизни с точки зрения инфраструктуры В Киеве больше есть системности В Киеве после Майдана все-таки прошли какие-то изменения, есть демократический местный горсовет, мэр, мэрия Я очень хорошо знаком с Алексеем Резниковым, который заместитель клетчика, друг моего детства Я знаю, что у них происходит, я знаю, как они это делают И они, в общем-то, они, посмотрите, буквально год назад они провели достаточно большую в Киеве, провели достаточно большую европейскую конференцию Поэтому, в общем-то, как бы они более готовы, чем одеты Еще один вопрос к вам, Саша, еще один вопрос, буквально, вот как вам кажется, есть ли возможность потерять Евровидение вообще в Украине, либо передать, вот в такой вопрос, да или нет, как вы думаете? Я думаю, что это было бы плохо, если бы это произошло Все зависит от того, что будет происходить на Востоке, если обострятся военные действия вдруг Украина, к сожалению, не сильно контролирует границу и не контролирует движение вот этих военных действий Если это обострится, то может стать вопрос, экономически тоже, это будет стоить достаточно много денег Саша, у нас в студии, простите, что перебиваю, мысль ваша понятна У нас в студии, редактор сайта «Думская.нет» Жанна Жукова, у нее есть тоже к вам вопрос Саша, как вы думаете, если бы вы стали мэром, может быть, у Одессы появился бы шанс принятия Евровидения? Может быть, у вас были бы какие-то шаги для того, чтобы осуществить мечту многих одесситов? Смотрите, я не хочу замыкаться на себе, я не хочу из этого делать свою собственную какую-то компанию Это не об этом Я думаю, что политическая ситуация в Одессе, естественно, повлияла на это Но вы бы смогли пролоббировать, будучи мэром, чтобы Евровидение было в Одессе? Смогли бы или нет? Это очень риторический вопрос Я знаю, что, вы знаете, в понедельник неделя, фестиваль идет целую неделю В понедельник происходит прием у мэра города Это происходило в Дюссельдорфе, в Лондоне, во всех местах, где проходит конкурс Я думаю, что своим образованием, со своим английским, немецким, французским, другими языками Своим чувством, что такое Европа и как это все работает Мне было бы проще общаться С Европой, да, а вот с нашими украинскими, скажем, политиками и аппаратом Вот центральным смогли бы? С Европой, допустим Я думаю, что это было бы очень тяжело Я однозначно себя чувствую как гадким утенком во всей этой украинской истории, политике и так далее Ну, Саш, мы с вами представили, а если бы, ну, на самом деле, понятные сегодняшние вещи Киев принимает Евровидение Спасибо вам, что присоединились к работе нашей студии Саша Боровик, депутат Детского городского совета Спасибо вам за интересное До свидания Жанна, ну и теперь давай перейдем непосредственно к новостям Ну, после новости про Евровидение, конечно, все остальные новости немного не утрачивают смысл Но, тем не менее, отходят на какой-то второй план Но я бы сказала, что одесситы и вообще читатели сайта Так ждали этого решения, любого Что постоянно в комментариях был какой-то автоб Вот раз там какая-то стрельба произошла, еще что-то И люди задавались вопросы А когда Евровидение будет? Уже приняли решение? В общем, а поскольку у нас не было никаких по этому поводу новостей Люди хотели пообщаться по этому поводу Ну, давайте перейдем, спустимся с небес на землю Бунт на турецком судне Всему виной алкоголь Эта новость взбудоражила многих И можно посмотреть... Все, где есть алкоголь, взбудораживают многие Да, я с этим абсолютно согласна, с этим утверждением Что алкоголь виной многих бед является Как известно, судно освобождали альфовцы И все прошло достаточно успешно Вернемся к другой теме На Холстрой суд отказался признавать набережную на Лонжероне Собственностью дельфиноводов Но и городу ее не отдал Вот такой спор происходит между ООО «Нерум» и горсоветом И в итоге, опять же, набережную не признали собственностью частников А у них такая риторика А как мы можем гарантировать сохранность объектов И вообще, как мы можем убирать спокойно территорию Зная, что там могут появиться какие-то нахолстрои Ну, в общем, такая какая-то спекуляция, на мой взгляд Ну, точно так же считают и наши читатели Много просмотров заинтересовались Много просмотров, 20 тысяч Одесский сепаратист-интеллектуал Вассерман Баллотируется в депутаты Российской Госдумы Соратник Маркова Что пожелали? Рассказывай сразу Что пожелали? Ну, я не могу озвучивать такие вещи Призывы к смерти и так далее 12 тысяч просмотров и 95 комментариев Понятно, что наши читатели не любят этого человека В Одессе задержали брачного афериста Который обманул два десятка женщин 18 тысяч просмотров И вот активно тоже комментировали Говорили, кто-то говорил, ну, стоит поучиться Возможно, у человека как-то нужно зарабатывать Кто-то хотел бы получить мастер-класс даже Да, да, да Такая позитивная новость, как мне кажется Школьник с друзьями задержал грабителя Вот есть видео по этому поводу Если у нас есть время посмотреть Читатели просят полицию Как-то отблагодарить этого парня Который проявил такую смелость И не побоялся вора И сейчас этот человек задержан И, конечно, новость Сколько? Да, что? А давайте вот мы видим как раз видео Там нет звука, насколько мы понимаем Ну, в общем, человек сорвал цепочку И молодые люди увидели Это и не побоялись применить силу Силу применяли В гостинице на Одесском фонтане Произошел конфликт со стрельбой Вот уже наш гость сказал об этом происшествии Повлияло это, как тебе кажется, на проведение И решение по проведению Евровидения? Я думаю, что никакие события в Одессе, мне кажется Не повлияли на это решение Оно уже давно было принято Я думаю, что если бы даже сюда упал метеорит Или наоборот сюда бы манна небесная какая-то спустилась Все равно решение было бы в пользу Киева Вот такое мое мнение Даже если бы сюда приехало Евровидение Все равно бы Евровидение А я бы уехал? Да 35 тысяч просмотров, много комментариев Ну, если интересно, люди возмущены тем Как у нас до сих пор решаются хозяйственные споры Вот с помощью оружия С помощью огнестрельного оружия Да, прекрасно Отбойник на Средефонтанской дополнили забором Чтобы пешеходы не шастали А такие прецеденты есть Как известно Люди с хорошей растяжкой перепрыгивают через забор Люди и даже пожилые дамы с внучатами Они пытаются перебросить своих детишек Чтобы сэкономить время на переход дороги Ну, на самом деле это опасно Очень опасно Конечно, опасно И вот я поддерживаю наш Будем возводить стены Посреди дороги Ну, что делать? Ну, если люди не понимают по-другому Конечно, шуток много Будут переходить за стремяночкой Они будут ставить лестничку перепрыгивать Одесский нардеп о провальном голосовании по Крыму Это предательство национальных интересов Новость о том, что Алексей Гончаренко Высказался о провальном голосовании по Крыму И наши комментаторы его, конечно, активно поддерживают В том, что действительно это какое-то предательство Для чего люди выходите на работу Для чего... Ну, как же, Лещенко, квартира? Ну, как же, Лещенко, квартира? Или нет? Многие и не посещаются Да, он отлично прокомментировал Некоторые депутаты решили Продлить себе отпуск Да, в лучах солнышка сентябрьского Новость, которая взбудоражила немного общественность Российские корабли и самолеты устроили провокацию Возле Одесского газового месторождения Вот такая опасная новость Много просмотров и 100 комментариев Волнуются? Волнуются, конечно Что это вообще происходит И вообще российское присутствие в Черном море Давно уже беспокоит Ну, всех, так скажем Еще беспокоит реакция государства и высших чинов Но тоже мы вот ее наблюдаем Ну, наши пока, я так понимаю, присматриваются Активно применять какую-то силу Ну, точно так же, как, в принципе, это было и в Крыму Тоже выжидали, выжидали и выжидали Пока не было поздно Да Приятная новость Как феникс их с пепла В Одессе возрождает военный завод Который производит доты и мобильные блокпосты 103 комментария, 20 тысяч просмотров Вот приятно, что у нас что-то возрождается И вот Но это не популизм, правда, что-то происходит? Да, почему нет? Вот на май месяц на счетах завода была миллионная задолженность и 17 гривен на счету Сейчас там все работает И новый директор пытается возродить все это И в скором времени надеются, что будут заказы от Минобороны И, конечно, новость номер один всей этой недели, которую ждали все Одесса не будет принимать Евровидение Сразу же она набрала, буквально за час набрала 20 тысяч просмотров Просто было известно время брифинга, когда будет озвучена эта информация Да, ну, видимо, люди не стали тратить время на просмотр брифинга, а сразу изучали сайт думской нет, что там будет И вот так Сразу много комментариев негативных Ну что ж, продолжим говорить об этом Уже твое мнение мы узнали, услышали Сашу Боровика Услышим через две минуты Сергея Деброва Будем говорить о Евровидении, которое пройдет в Киеве Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова